В начале беседы хотел бы отметить, что между нашими странами сложились традиционно доверительные и дружеские отношения. Это отражается и на хозяйственных связях. Считаем вашу страну одной из важных наших партнёров, страну-партнёра в сфере экономического взаимодействия. Достаточно сказать, что в первом квартале текущего года товарооборот увеличился сразу почти на 25%. У нас работает межправкомиссия. Следующая сессия, по-моему, в октябре будет в России. В Сочи, говорят. В России. Да. Мы очень рады вас видеть и иметь возможность обсудить весь комплекс наших двух сторонних связей. Добро пожаловать. Уважаемый господин президент, Мы очень рады, что мы можем с вами, с самыми наибольшим представителями Российской Федерации, обсудить главные вопросы, которые касаются наших хороших взаимоотношений. Разрешите во вступлении сказать, а также подчеркнуть, что наших граждан связывают очень многое. Дружеские отношения. Это было и в прошлом, и сегодня. Это были тесные связи, которые имеют корни в нашем прошлом. А также мы помним и борьбу, совместную борьбу против фашизма. Словакия не переписывает истории. Очень уважаем и не ставим под сомнение роль Красной Армии при освобождении территории нашей страны в конце Второй мировой войны и уважаем героизм и жертвы, которые они принесли. И поэтому я очень рад, что до нашей встречи мы смогли возложить венок и почтить память всех тех, которые погибли во время ленинградской блокады сегодня на Пескариевском кладбище, сегодня в Петербурге. Мы также рады, что мы здесь встречаемся тогда, когда мы будем праздновать в августе 75-ю годовщину Словацкого национального восстания. Мы были бы очень рады, если бы мы смогли приветствовать на нашей земле представителей Российской Федерации на наивысшем уровне для нас. Это было бы большой честью. И мы хотели бы, чтобы ваше присутствие было и во время этих праздников. У нас очень хороший диалог с господином премьером и с министрами. Это все произошло вчера в Москве. Действительно, товарообмен возрастает. А также можем отметить и очень хорошее открытое сотрудничество в области энергетики, когда Словакия является хорошим партнером для России в рамках транзита газа и нефти. И мы также верим, что и в случае будущих проектов это не изменится. Нас также радует и большое количество обмен туристами, а также сотрудничаем в области образования. Повышенный интерес Словаков к обучению русского языка. Это также является положительным сигналом. И мы надеемся, что эта тенденция сохранится. Я еще очень хочу поблагодарить я и мои министры за то, что предоставилась возможность встретиться с вами и обсудить все эти вопросы, которые интересны для обеих сторон. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.